Формы обучения Все идет в планшеты, например Это сколько угодно, пожалуйста Но все равно нужно будет читать Нужно будет в текстовой культуре Все равно уметь работать Но процесс подачи этой информации Процесс ее присвоения Они совершенно другие Сейчас становится Во-первых, процесс подачи Полуторачасовые лекции Две пары Которые по 45 минут Сейчас по 40 Это вообще уже не работает Потому что студенты засыпают там сразу Даже если лектор интересен Даже если он интересен Все равно Человек сейчас Не приспособлен к таким долгим Лагам по удержанию фокуса внимания Не способен просто физически Физиологически Это слишком долго, слишком тяжело Даже полный метр кино сейчас Понимая эту проблему Давно уже понимая эту проблему Перешел от такого длинного Действия А-ля Тарковский Когда там кадр держался 15 минут Какой-нибудь план И какое-то действие происходило На уровне диалогов И это было интересно Это можно было смотреть Тем Ну тем мозгам Тем Тому психотипу Который Существовал На этот момент Сейчас это стало Такой Эксклюзивом Для людей Которые умеют Отстроиться От информационного потока Отключиться Научиться Медитировать И научиться Воспринимать вот эти вот медленные Медленные планы Чтобы воспринимать только их Но это проблема И В массе своей Обучение Соседский Тоже стал нарезать себя Более 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 Компактным кусочком 15 минут 20 минут Обязательно Видеоряд То есть говорящая голова Не работает Должен быть видеоряд Должен быть Там Какой-то сопровождающий образ Либо Либо ты сам должен быть Сопровождающим образом Ты должен Через себя пропустить Тот материал Который даешь Так Чтобы твоя энергетика Была интересна Залу То есть это Это актерская компетенция Преподавательская Которую нужно Каким-то образом Обязательно прокачивать Ну Это нужно В себе Взращивать Можно для этого Всяких кострей использовать Вот собственно Видеорядов Ярчайший На мой взгляд Пример на сегодняшний день И на мой взгляд Это сегодня Ну Одна из лучших Коллекций Мотивирующего обучения Это TED.com Конференция TED На который Собирается сейчас Уже наверное Тысячи Разнообразных Разнообразных Презентационных Материалов Где коротко Ярко Очень четко Очень точно И очень цепляющая Аудиторию Люди Рассказывают Про Ну про все практически Про мир Там есть лекции Лекции Холкинга Там есть лекции Биологов Величайших Там есть лекции Астронавтов Там есть лекции Разработчиков Машин Дизайнеров Архитекторов Это безумно Интересное Безумно Интересное место Это безумно Интересное зрелище Потому что каждый Этот человек Готовится К этой вот 15-минутной Отдаче себя Так что Его слушать Хочется И даже Если ты не архитектор Ты после этого Как минимум Прыщешь Немножко по интернетам И что-нибудь Что-нибудь такое Почитаешь А если тебя Это еще и касается Профессиональные деятельности Твои Это отлично Мотивирующая история Это вот Это вот раз История Такие короткие Яркие мотивирующие Мотивирующие штуки История Обучающая Это сразу же Прямая связь С деятельностью То бишь Не должно быть разрыва Большого разрыва Драматически Большого разрыва Между Получением материала И применением В практику Узнал что-то Повернулся К другому Углу стола И это что-то Применил Вот Буквально так Тогда это остается Тогда это Закрепляется Потом применил еще раз Потом применил в проекте В этом Текущем И к концу дня Например у тебя Произошло С твоим проектом С твоей деятельностью С твоим результатом Произошло нечто Что ты можешь сказать Закончено Ну например Есть такая Сейчас подход Вот такой подход В работе Практически у всех Разработчиков софта Это Джайл проектирование Когда Вся разработка Ведется короткими Итерациями Положенностью в день То есть каждый день Работа заканчивается Результатом И этот результат Фиксируется Это Практический Метод Движения Для того Чтобы Разработка Шла Успешно Это Практический Метод обучения Для того Чтобы Учение Шло успешно Ты Постоянно Должен осознавать Осмыслять Куда ты Переместился В освоении Материала Поэтому Вот этот Перевод в практику Это Второй метод И итерация Это третья история Четвертая история Это интерактив Никаких Длинных Рассказов Слушаний Никаких Пассивных Слушаний И киваний Что Дежурный вопрос Все ли понятно Это не интерактив Это издевательство Конечно Ничего не понятно Ну Просто Не может быть Ничего понятного Если тебе долго Туда рассказывали А потом не просили повторить И конечно Интересно Когда Становится интересно Становится Цепляет Когда Преподаватель Проводит тебя За время Там Своего мастер-класса Своего занятия Через все этапы Через Сначала Интересно Потом Понятно А потом полезно Терезис 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 Терезис